Девушки отдыхают Я попробую Вот А теперь ты А это Нечего отключать Вот Видите, какие у нас проблемы в энергетике и народном хозяйстве? А вы сидите И мы знаем причину этих проблем Да Даже пять причин Пять лучших игр 2010 года На пятом месте явления, похитившие примерно 80 миллионов часов рабочего времени Это Fallout New Vegas Ролевая игра о людях и животных, переживших ядерную войну Оказалось, многие предпочли прогулки по радиоактивной пустыне Мохаве Выполнению обязанностей на производстве А знаете, чем еще вызван успех проекта? Повсеместной борьбой с азартными играми Люди, которые раньше протирали штаны в бинго-клубах, потянулись в Нью-Вегас И не прогадали Здесь можно сыграть в рулетку Перекинуться в картишки Подергать однорукого бандита за руку Говорят, многие вовсе не покидают пределы в казино И даже не помышляют о том, чтобы выполнять какие-то там квесты Когда идет такая карта А это танец победы дурных привычек над честным трудом В исполнении героя пусто На четвертом месте Halo Reach В первый же день продажи создатели получили 200 миллионов долларов Сие есть рекорд Соответственно, игра похитила у народного хозяйства 120 миллионов часов рабочего времени Вместо войны со сгоревшей проводкой, украденным кабелем и выбитыми предохранителями Они отправились на войну с ковенантами Впрочем, этот союз инопланетных рас тоже пострадал Говорят, индустрия ковенантов потеряла на Halo Reach до 150 миллионов человек и часов В результате игра была запрещена на некоторых планетах А все-таки, в чем еще проблемы нашей энергии? А я знаю В дурных законах Да! Я не боюсь говорить об этом открыто Виноваты плохие законы А можно конкретнее? Пожалуйста Возьмем закон Ома Вот он про что? Пропадение напряжения в цепи О! Пожалуйста Да! Это не кстати Или первый закон Киргофа Сумма токов, сходящихся в узле электроцепи равна нулю Нулю! Вы понимаете? А ну что-то 220! Сейчас мы назовем еще три причины того, что напряжение понизилось, а работа вообще встала На третьем месте программа Mass Effect 2 Космическая сага о подвигах капитана Шеппарда, который храбро сражается с инопланетной расой жнецов Эти отвратительные жнецы оскорбляют взор человека и даже некоторых пришельцев Погоди, погоди Да что там говорить, если жнецы боятся сами на себя смотреть в зеркало и... Постой! Это чей космический корабль? Да это жнецов! Каналии, которые... Да прекрати ты! Видел изображение огромных объектов, приближающихся к Земле? Их засекла организация сети? Ничего не напоминает? Да неужели? Это же корабль жнецов Которых ты назвал канальями Кто, я? Да не может быть Когда? Да напротив Они мне симпатичны В отличие от волюнтариста Шепарда и его шайки Я всегда утверждал, что... На втором месте игра Кеви Рейн Мрачный детектив Действующие лица несчастны и все время плачут Подумать только Граждане готовы менять свои радостные офисы Веселых коллег и добрых начальников На эту юдоль скорби 250 миллионов загубленных часов Это же мощный удар по народному хозяйству А польза? Есть ли польза? Только в одном В игре очень сложное управление Тот, кто прошел Хеви Рейн С легкостью может одновременно вести машину Бриться, писать смс, ругать правительство И обниматься с подружкой на заднем сидении Так мы и подобрались к первому месту На котором оказалась игра StarCraft 2 Сотни миллионов Человека-часов Ушли на эту стратегию в реальном времени Над полями сражений звучит старый добрый клич Галактика опасности В смертельном бою сходятся зерги, тираны и протасы Что лично тебе больше всего понравилось? Мне музыкальный автомат В компании корабля Гиперион Готов слушать его часами А мне игровой автомат с программой Lost Viking В той же кают-компании Простой Играть в компьютерную игру Которая внутри другой компьютерной игры По-твоему, это нормально? Да, конечно, нет За это StarCraft получает первое место Последнее первое место 2010 года Вот какие забавы отвлекали граждан от труда на благо общества в этом году Из-за этого народное хозяйство понесло значительный ущерб Энергетическая система дает сбои Все Ну а этот что ждет? А, он не выключится Источник бесперебойного питания Ипон Электричество без напряжения И на этом, собственно, все До скорой встречи Субтитры сделал DimaTorzok